В центре криминального скандала оказались двое полицейских в Излардинской области. В следственном изоляторе Жанна Курганского РВД погиб 34-летний мужчина. По официальной версии Берик Кинжибеков повесился, родные в это не верят. По какой статье против полицейских возбудили дело и другие подробности у Ирины Абрамовой. Родные Берика Кинжибекова рассказывают, что 10 дней не могли добиться свидания с ним в СИЗО, а накануне получили тело мужа и брата в гробу. Говорят, что он повесился на глазке камеры, но на его коленях, руках, на спине запекшаяся кровь. В области сердца тоже кровоподтек. У нас в Казахстане есть справедливость? По словам родных, история началась 4 месяца назад. Тогда Берика задержали по подозрению в хулиганстве, но полицейским пришлось отпустить мужчину после примирения с пострадавшей стороной. Однако 10 дней назад правоохранители пришли и снова забрали Кинжибекова в СИЗО, уверяет его супруга. К нам часто приходили вот эти полицейские, угрожали, приходили даже без формы и требовали деньги. Один раз пришли в гражданки и сказали, что если деньги не дашь, мы тебя в тюрьму посадим. По словам сотрудников ДВД, экспертиза показала, что Берик Кинжибеков действительно повесился. Причастные к ЧП, оперуполномоченные отстранены от работы. На них возбуждены уголовные дела по статье «Халатность», повлекшие по неосторожности смерть человека. На двух сотрудников возбуждены уголовные дела. По статье 316, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан проводится расследование. Издан приказ начальника ДВД о проведении расследования деятельности РОВД и действий его сотрудников. Если вина полицейских будет доказана, им грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Ирина Абрамова, Мольдор Кужахметова, Кайрат Рабаев, 7 канал, Казалардинская область.